Продолжение следует... ...отправить схемы. Отправить? Ну, как-то передать мне их нужно было. А-а-а! А так-то как бы, держи, да? А, ну нет. Просто выведу своего компана на экран. Нет, так не работает? Один человек меня нашел. Этой схемой, значит, и будем пользоваться. Какие у нас дальше планы? Если хотите сказать, что из ресторана вырежете? Нет, конечно. Я в свободной от работы времени посмотрю. Вот. Так, значит, смотрите. План такой у нас был. Почему сначала... Дайте немножко про курс-то. Да, это все очень плохо. Я сейчас вот эту поставлю тогда. Значит, идея была такая. Мы начали с вами вот здесь в точке. Потом поговорили про схему и придумали схему. Потом мы... То есть сейчас. Потом это сейчас. Мы вот здесь сейчас находимся. Это как бы... На картах пишут «ты здесь». Большая красная точка. Потом... То есть сегодня. Мы поговорим про селекты. Все, что мы знаем про то, как писать запросы на доставание данных. В этом случае мы будем воспринимать СУБД как черный ящик. На занятии в следующем мы поговорим про то... А как же вообще, в принципе, вот эти селекты превращаются из запроса в данные, которые возвращаются. И, соответственно, попробуем понять, что же такое вообще оптимизация. А для этого нам надо будет понять, что такое индексы. Какие-то простейшие, по крайней мере. Что такое план запроса. И так далее. То есть на самом деле мы попытаемся проследить, что же происходит с тем селектом, который мы написали, на более таком физическом уровне. И это будет... Наверное, можно дату написать, да? Какое-то. Сегодня какое у нас число? 15-е. 15-е. Значит, это вот это вот 15-е. Это будет 22-е. А вот 29-го... Будет зачет. Да! Но я не придумал, как он будет проходить. Ну, я придумаю. Но смысл будет заключаться в том, что я точно буду вас спрашивать, как писать запросы и что с ними происходит. Да. На самом деле моя цель и всего этого курса заключается только в том, чтобы вы, в принципе, представляли, что вы можете попросить, как вы можете попросить. Но это вам ничего не даст без того, ну, действительно понимания того, как они будут работать в действительности, как они будут выполняться. И любой СУБД, если вы зайдете на его главную страницу, напишет, что это... На русский переведу. Этот СУБД обладает самым крутым cost-based оптимизатором, там, не знаю, в базах данных. И алгоритмы разные, конечно, применяются в разных, но базовые одни. И вот мы будем про эти базовые разговаривать, на самом деле. Вот это вот прям для нас звездочка. Не хватит одного занятия, будем два говорить. Не хватит двух, три. Ну, за счет будет двигаться, соответственно. Но в любом случае без этого я вас никого не отпущу отсюда. И это прям самое главное. Так, ну, давайте про селекты поговорим. Значит, как мы будем строить нашу беседу. Значит, я попробую, как на первом занятии набросать карту. Ну, как бы селект это... То есть сиквел это такой язык. Он, с одной стороны, стандартный. С другой стороны, в каждой СУБД есть кусочки, которые написаны по-своему. Там в одном месте строчки складываются через пайпы. В втором плюсики. В третьем, там, возможно, какие-то вообще отдельные операции для этого используются. И мы, наверное, будем с этим сталкиваться. Но, наверное, уделять этому внимания не будет, потому что это как бы техника. Я думаю, что с этим каждый справится, когда ему нужно... Когда он будет понимать, что делать. Но базовые части мы обязательно все разберем. И в этом цель сегодняшнего дня, да. И цель сегодняшнего дня написать как можно больше запросов. Да, попытаемся писать их все. Просто у нас проблемы с досками, поэтому, не знаю, будем как-нибудь выкручиваться. Так. Значит, я вот здесь напишу вот так. Сикл. Ну и многие люди уже, наверное, что-то знают про него. Поэтому давайте как-нибудь будем в карту набрасывать, как на первом занятии что-нибудь. Да, я буду рассказывать, что это такое. Давайте я начну тогда. А потом начнем. Значит, самое, наверное, любой селект состоит как минимум из двух, не знаю, фраз, предложений. Это значит селект сам. И откуда мы его делаем? From. Это прям база. Есть еще условия. Фильтр, который мы накладываем. Что еще есть? Сортировка. Сортировка. Хорошо. Что у меня вот здесь? Да, вот здесь есть грубай. Да, и наш хейлинг. Это такая вот, такой вот стандартный шаблончик. Так, теперь. Селект сам по себе может что содержать? Кто может ответить на этот вопрос? Выражение, это прям как в компиляторах. А выражение, это там и выражение, да? Да, как это, ну как это сказать? Ну ладно, я буду просто писать. Я от сложного не знаю ничего. Короче, поле. Да, понятно, что мы можем выбрать поле откуда-то. Мы можем применить агрегирующую функцию. Да, ну если это там есть грубайчик. А можно даже, кстати, вопрос. Мы можем, что еще можем? Кто еще знает, что можно писать в селекте? Вот в условии селекте. Окей, константу можно, согласен. Ну ладно, хорошо. Поля, то есть поля плюс выражение с полями, да? Со всеми. Это да. Что еще? Другой селект. Другой селект. Ну хорошо, допустим. Так, не надо делать, в принципе, но можно. Другой последний перед Ордер Бай. Хевинг. Перед Ордер Бай. Кейс еще можно в селе. Крутота. Кейс это очень круто. Что еще? Одно забыли как минимум. Да, да, да. Не знаю, что... Хорошо, что еще? Дистинкт может быть. Или это функция агрегирующая. Ну да, дистинкт можно писать. Ну что-то вот прямо глобально забыли. Из-под класса. Псевдонимы. Раздать ты имеешь в виду? Поля? Можно. Да. Так. Что еще? Ну вот что-то еще забыли. Я вот от тебя слышу. Я не знаю, что это такое, но я третий раз от тебя это слышу. Нет. Нет, на самом деле оконные функции так называемые. Ну тут может быть. Еще. Window function. Так. Вот как бы и не влезаю сразу же, да? С промом какая у нас история? Ну либо таблицы, либо несколько таблиц, либо этот запас. А несколько таблиц-то как? С помощью join. Хорошо, то есть можно написать хотя бы join, да? Ладно, здесь напишем таблица, table. Можно еще и есть. Допустим, join можно писать, можно писать там select, да? То есть под... Но это не принципиально. Из view или из таблицы ты берешь просто какое-то имя именованное. Так. То есть какая-то рекурсия у нас точно получилась, да? Здесь можно писать select, здесь можно писать select. И на самом деле, ну не везде, конечно, но во многих местах тоже. То есть в air тоже можно писать. В air это понятно, условия наши так стандартные, простенькие такое. Group by, группировка. Почему группируем? Order by, почему сортируем? Ну и можно думать так, что они выполняются как бы как пишутся, вот так. Но на самом деле, конечно, не так. Так, давайте какой-нибудь, какой-нибудь простой пример. Я вот раздам вам всем схему, которую нам сделал Миша. Давайте передайте там парочку. Так, ну давайте еще не простое тоже возьму эту схему. Вот, попытаемся с ней жить. И все, что мы будем делать, попытаемся будем делать на нашей базе, вот на такой. Потом поймем что-нибудь про нее, про схему. Может быть, какие-нибудь улучшения внесем. Может быть, она идеальна. Вот так. Так, ну давайте, давайте какую-нибудь задачку придумаем. Ну, допустим, мы хотим показывать... Ну, давайте выведем все фильмы с максимальным рейтингом. Да, или просто у кого есть строительный КМДБ. Хотя бы. Так, да? Ну давайте просто выведем все. Здесь буду писать. Делается так. Select. Ну, понятно, да? Я думаю, что это не скомпилится. И мы упадем с ошибкой, а вот этот сработает. И я хочу еще спросить, вот... Кто никогда не писал никакие запросы? Таких трое. Отлично. Значит, я буду рассказывать прям вот, как нужно. Смотрите. Знаете, что мы просим? Мы говорим. Пожалуйста, Субуде, выведи нам все имена фильмов, которые у тебя есть, грубо говоря, в табличках фильма. Какие у нас варианты? Можно написать вот так. Что у нас еще есть в фильмах? Баджет. Отлично. Вот, вот я думал, что это забыл. Вот так. Это сработает. Все, соответственно, сколько полей хотим, столько и добавляем. Если хотим, допустим, какое-то выражение прицепить, ну, то... Ну, выражения в разных Субуде по-разному пишутся. Если бюджет, допустим, у нас это строка, то можно как-нибудь так сложить. Или вот так сложить. И вот так вот дать ему новое имя. Почерк у меня там плохой. Вообще плохой. Но, в принципе, смысл получается в том, что мы можем какое-то выражение сделать всегда. Здесь какие-то числа сложить, какие-то там строчки сложить. И дать им название. В этом случае мы там как-то сложили два... Ну, будем считать, что это стреньги и дали ему новое название. Вот так. Допустим, если мы хотим что-нибудь интереснее сделать, ну, там, профильтровать, можно написать V. Да? Допустим... Не знаю. У кого MDB рейтинг больше 9. И, в принципе, так это все живет. И развивается. Да? Да? Теперь, where, понятно. То есть, если мы хотим добавить условия, пишем... End. Кинопоиск рейтинг. Тоже больше 9. Обычный условий, в принципе, ничего хитрого нет. На самом деле, сиквел, он довольно простой. Его в простой имплементации. Но довольно сложный становится чуть подальше. Да? Когда мы начинаем что-нибудь в друг друга вкладывать. Это мы разобрались с where. Теперь давайте попробуем что-нибудь так сделать. Могу так написать? Count. Без group by. Могу count без group by написать? Это вопрос к тем, которые что-то уже писали. Каунт без group by? Без group by. А, можно? Можно. Да, то есть, мы говорим... В этом случае мы говорим, мы заявляем. Посчитай нам, пожалуйста, сколько таких фильмов, у которых оба рейтинга больше девятки. А если мы, допустим, хотим... Ммм... Вот. А что такое box office? А, это сборы. Так не пойдет, но не знаю. Давайте, ну, допустим, вот так нужно сделать. Там, кто плохо видит, может просто поближе сесть. Так, прикольно. Что написал? Кто переведет? Миша, не читается кто-нибудь еще? Давай, Саша, ты его пробуешь. Ну, мы выбираем количество фильмов, которые... И также пишем год их выпуска. Реализм даты тоже выпуска. Да. Дату выпуска. Да. Мы берем от нее год и вводим и количество, ну, свое для каждого года. Причем у тех, у кого... Причем мы изначально берем только те фильмы, в которых рейтинги больше девяти. Окей. Окей. Так, могу написать? Да, смотрите, я добавил выражение сортировки по IMDb рейтингу. Вопрос в студии. Могу? Вряд ли. Правильно, не могу. Группировки, да. Не могу. Потому что, на самом деле, после того, как я сделал группировки, у меня как бы во всем вот этом кусочке, на все, что я могу ссылаться, это на выражение year or release date и все, и на аккаунт. То есть, на самом деле, я могу написать. Если я здесь назову как-нибудь типа C, потому что только C у меня влезет до запятой. то я могу написать order by C. Деск, допустим. Что это будет значить? По быванию, по быванию. По быванию, это значит, какие сначала покажутся? Большие зоны. Максимально подъяснили. Отлично. То есть, мы просто посмотрим, в какой год больше всего фильмов выпустились. Да, и начнем с того, который больше всего выпустился. И что еще к этому можно добавить? Ну, в разных базах там можно писать что-нибудь типа limit. 3. В SQL сервере вот здесь пишется топ-3. Это не принципиально. На самом деле, это просто говорит, что из всего вот этого, отсортированного по количеству, мы возьмем всего 3 записи. Вот так мы попросили что-то сделать SQL сервер. О, не SQL сервер, а в принципе, какой-то субэдэ. Довольно многосложно. Ну, то есть, как бы, мы попросили его отдать нам все фильмы, у тех, у которых рейтинг больше только 9, посчитать сумму таких фильмов в рамках года и отдать нам только 3 самых успешных года. Вот так. Что нам еще важно? Да? Что мы не рассмотрели из этого? Хевинг. Да, ну, хевинг. Хевинг? Это так, смотри... Для того, что в этом списке есть, то вот его только не хватает. Да. Хевинг — это единственная операция, которая такая... Ну, честно, по-честному, вы встретите ее очень редко. Вообще, в любом SQL. То есть, если вы встретили ее, можно прям даже задуматься, все ли человек понимал, когда писал. Да? Ну, на самом деле, мы можем что-нибудь там... какую-нибудь агрегирующую функцию еще как-нибудь ограничить. Да, мы сможем сказать, что там каунт, звездочка больше 100. Вот так сделать это. На самом деле, мы можем это и по-другому сделать, без хевинга. Мы можем как бы... Попробую так написать. Select. Здесь он звезда. From. Вот это все вот сюда. Здесь мы там скобочку открыли. Здесь закрыли. Здесь назвали это как-нибудь. И здесь написали. В. С. Больше 100. Можно так написать. В принципе, попросив. Но это будет... Ну, то есть, по смыслу будет то же самое, но выполняться может... Ну, выполняться может немножко по-разному. То есть, для него, для... Как сказать, для человек... Как это? Для СУБД, когда он будет это выполнять, это может немножко по-другому выглядеть. То есть, он всегда должен будет вам посчитать весь этот кусочек. И потом вот как бы уже фильтровать. В принципе, это не принципиально. Так. Что важно? Важно, допустим, что... На какие колоночки я могу ссылаться? Вот в принципе... Я не могу написать ГРУББАЙ Е. Вот здесь. Так не могу. Ну, вот так как я назвал его здесь. Не могу. Да, потому что название появится только после... Как бы выхода из селекта. Но единственное место, где это отличается, это ОРДЕРБАЙ. А в ОРДЕРБАЙ могу. Потому что как бы считается, что в ОРДЕРБАЙ ты попадаешь уже после того, как вот этот весь кусок сделал. Да, поэтому в ОРДЕРБАЙ я могу написать ОРДЕРБАЙ Е. Так. Под запросы. Под запросы. Под запросы. Под запросы. Любой кусочек, любой запрос может являться под запросом чего-то другого. Да, то есть мы можем взять это, как я вот здесь сделал. И считать, что это только как бы для нас как таблица. Да, то есть он возьмет это, посчитает. И потом мы что-нибудь еще с этим можем сделать. С другой стороны, под запросы могут быть в селектах. Надо попробовать придумать такой пример. Но в принципе несложно, я думаю. То есть мы можем на самом деле в чем как бы красота, ну или не знаю, не красота, а как-то интерес сиквела. Что, скорее всего, один и тот же запрос можно написать очень большим различным очень много различных вариантов написать одно и то же. Хотя, скорее всего, один из них какой-то плюс-минус там самый популярный, но в принципе можно встретить все, что угодно. Не знаю. Каун-звезда. Фрун. 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 не хватает мне здесь какой-нибудь такой ну в общем я так кто-нибудь понял что я пытался здесь изложить на давайте я пытаюсь перевести нет вот тут вот один новый запрос такой не очень классно оформлено но в принципе смотрите вот можно начинать вот с этого что это значит здесь вот у нас year at release date я его так сокращу чтобы понятно было что что-то возвращает запрос это я расскажу да то есть что значит слово distinct для нас да то есть это как бы говорит слушай это как бы но не очень классный способ но в принципе он там часто применяется то есть мы говорим вот у нас есть все фильмы мы хотим выбрать все года который в принципе у нас есть базе да там который мы выходили мы могли бы просто перечислить их или сгенерить как бы но можно допустим так сделать это для примера сделал и потом говорим и как бы вот этих возвращаем но селекте мы не это на самом деле мы возвращаем d только вот нам нужно вот это поле year вот мы здесь его дело а потом для каждого из этих year за каждого года мы считаем вот количество фильмов вот так можно записать это это можно написать еще и по-другому совершенно да то есть вот здесь select у нас в рамках как поле но как бы в поле передается этот фильтр из внешнего селекта вот это вот принципиально да то есть вот здесь мы делали грубой год да а здесь мы говорим слушай ты вот возьми потом вернул нам 10 записей как будто бы да для каждого года разных лет и вот он как бы 10 раз скорее всего запустит этот селектик под селектик вернет плюс-минус то же самое что и здесь год ну вот если мы здесь еще напишем где-нибудь год и количество фильмов которые запускались я понятно объяснил или еще разочек отлично это вообще в первый раз такое случилось это значит что это вообще нетривиально что-то рассказал наверно либо плохо рассказал еще раз смотрите у нас есть как бы задачка вернуть год и количество фильмов там в этот год сделаны тривиальный способ это сделать мы написали вот здесь менее тривиальный способ когда мы поставили себе задача хотим допустим не знаю чтоб селект был во фроме то есть ну вот как бы поле вычислялось вот здесь мы сначала сформировали список лет вот здесь да вот грубо говоря посчитали колонку год и теперь это как бы наш источник для каждой этой колонки в селекте пытаемся вернуть это поле 10 раз пытаемся вернуть каждый раз когда мы пытаемся вернуть это поле он вперед как бы поле и подставляет его вот сюда в наш фильтр и еще раз сканит эту табличку есть нет да ну не 10 лет если мы 10 лет достали то 10 раз для каждого года для каждого года ну и здесь как бы вопрос производительности он очевиден потому что он вытекает из из этого всего да то есть вот здесь мы грубо говоря взяли ну если фильтр там еще эти убрать это не принципиально за один проход все это посчитали да то есть мы бежали по этой табличке сканили и и собирали какие-то группки как бы и отдали потом год и количество а здесь другой немножко подход здесь мы сначала вылечить быть выселили это множество и потом сколько записи здесь столько раз это вычисли то есть на самом деле мы просканировали там и неважно что сделали эта табличка ровно столько раз сколько у нас лет если у нас новая база только это не знаю 2017 или 16 год ну то они будут работать плюс-минус одинаково скорее всего если много лет тогда соответственно такой запрос будет скорее всего работать медленно и так это мы разговаривали про то где же могут теперь понятно точно понятно абсолютно нормально сказать ничего не понятно ничего не понятно да отлично попытаюсь быть понятным какой какой вот вот это да это просто название смотрите хорошо давайте еще разочек давайте тогда сам начало пишем from вот здесь здесь мы можем написать любой другой select любой другой да мы в нашем случае написали селект distinct е from films это не будет работать если не дать этому название чаще всего может быть где-то это работает поэтому можем назвать это s f чаще всего чаще всего название то есть это называется алиас да вот назову короткое на короткое название короткое название под запроса называется алиас и там тоже стояла s где s в конце последнего фронта справа можно не ну f там вот здесь вот да здесь нам нужно сослаться вот сюда просто это отсюда а теперь под запрос он как бы вот здесь у нас селекте написан на еще один под запрос которым мы говорим селект каунт из этой же таблички в допустим это будет не знаю там и иннер фильм плохо их получилось ладно просто или где и . это так не так не так не так так вот так вот все сотрём нафиг нужно что получилось де от релиз дэйт равно f.year написал просто побольше может быть будет понятнее сначала выполняется вот это да distinct как ребята подсказали это просто вернуть все неповторяющиеся значение этого поля на самом деле у нас поля е там нет ну допустим есть уже просто долго писать то каждый раз хотя могли написать здесь выражение еще раз и здесь вернется столько строк для каких фильмах у нас есть в принципе хоть один фильм да если у нас там не знаю 100 фильмов для шестнадцатого года один фильм для шестьдесят пятого значит будет 20 16 и 1965 две строчки сюда вернуться и у нас как бы во временном нашем результате где-то там субуде образуются две строчки как бы вот 20 15 и 1965 они вернутся из этого подселекта на уровень выше на уровень тогда когда он захочет возвращать результаты вот здесь мы вернем запятую поставим и он поймет да у меня как бы год есть а вот это а поле мы назовем как ну не знаю sc как в прошлый раз было а вот чтобы цем вычислить мне мне оказывается еще один запрос нужно сделать но в этом случае немножко выраженный случай но в принципе он может быть любым и он поймет ага ага что мне нужно для этого сделать мне нужно опять пойти в табличку фильмы посчитать каунты для того года который вот здесь есть да более-менее или нет понятно так теперь но интересность на этом не заканчивается сиквел потому что это можно написать и по-другому и это все равно будет плюс-минус правиль да как можно написать это еще раз ну попробую я вот это еще раз написать это я сотру так вот здесь напишу select так так ну ладно немножко заскочу вперед все запомнили что здесь был фильтр такой да вот внутренний такой фильтр запомнили все это я его убираю я его убираю сейчас и тогда могу написать здесь написано так грубо и ладно да не очень круто получилось потому что на самом деле мы все вернули отсюда ну ладно ну ладно ну ладно так этот запрос получился не очень красивым не очень понятным но в принципе поговорим Поговорим, перебросимся немножко в соединение. Ну, я его переписал таким образом. Здесь я поставил грунтбай, который у нас был. И, в принципе, отдал. Год и количество. Здесь выбрал различное количество лет и соединил их. Почему это масло масляное получилось? Так, ладно. Давайте сначала разберем, что такое EnergyJoin хотя бы, да? Потом вернемся к этому вопросу. Это мы все уберем тогда. На одной доске, конечно, очень тяжело это все делать. Приходится все стирать. Когда мы говорим про таблицы, первое, что хочется делать, когда мы проектировали всю эту схему, это каким-либо образом получать данные сразу из нескольких таблиц. Ну, вот в нашем случае, допустим, у нас есть фильмы. И есть, допустим... Не знаю, люди, которые принимали в них участие. Вот, допустим, я хочу вывести название фильма и название актера. То есть не название актера, а имя актера. Кто готов написать такой запрос? Вот по нашей схеме, которая будет выводить название фильма и название актера. Ты не готов? Ну, ладно, ты понятно. Это твоя схема. Ты еще готов? Ну, не боимся, ребят. Я помогу, конечно. Ну, давайте, ладно. Я помогу. Первый раз помогу. Смотрите. Что мы хотим сделать? Мы на самом деле хотим достать все из таблички какой? Допустим, фильм Персон. Да, вот что это значит? Непонятное что-то. ФП. Это алиас. Да, то есть я говорю, я хочу достать что-то из фильм Персон и в моем селекте дальше фильм Персон можно называть ФП. Так, дальше Дальше написал, может быть, две строки непонятные, но значит они на самом деле следующие Для каждой строки из фильм Персон я хочу, чтобы, то есть, нет, каждая строка из фильм Персона должна соединяться со строкой Персон по такому условию Персон ID равен фильм Персон, Персон ID То есть, грубо говоря, если у нас есть фильм Персон, не знаю, который там, ну ладно, у нас есть фильм Терминатор, это же, блин, Терминатор Терминатор Кто там снимался в нем? Арнольдик, да, наш Арнольд То у нас, это у нас как бы табличка, терминатор у нас хранится в табличке фильм Это у него есть ID, да, будет у него ID равен одному Арнольд у нас таблица, о, то есть, хранится в табличке Персон У него есть тоже поле, равно одному Ну, вот, это как бы, Арнольд Шварц, да, ужас, Шварц Вот, то в табличке связки фильм Перс у нас будет строчка, который будет, так У него будет тоже ID свой, допустим, тоже ID Соответственно, в поле фильм ID Фильм ID у нас будет ID И Персон Да, Персон ID Тоже будет один Вот Ну, чтобы, как бы, к этой табличке привязать нам и вернуть Терминатор и Арнольд Как мы здесь и хотели, да, нам нужно связать обе таблички, да То есть, мы говорим, что вот Слушай, вот этим энерджойном мы говорим, что вот этот Персон То есть, вот, он ссылается, как бы, вот сюда А фильм, он, как бы, берется отсюда Ну, вот, для фильма мы ничего не написали Напишем Так, и что мы тогда вот здесь должны написать? Что-нибудь подскажете мне, чтобы решить нашу задачку? Ну, мы так можем написать, нам напишем вот так Да Ф точка name И, что там? П точка name П точка name, да? Но это будет не совсем то же самое Потому что нам, на самом деле, нужно было их как-то переназвать Потому что, что произойдет, на самом деле, когда мы вернем? В результатах у нас будет так Name Терминатор Name Арнольд Когда мы вернем Потому что мы вернули только что два раза одну и ту же колонечку То есть, ну, обычно их называют Там фильм name А здесь S Персон S там кто-то опускает, кто-то пишет Но интереснее писать Красивее получается Так Это соединение Самое простейшее Вот это тип соединения Вообще, соединение Ну, оно из названия, в принципе, говорит о том Что мы хотим Неким образом Две таблички Результаты Ну, то есть, строчки из двух таблиц Показать в одном результате Да? Вернуть в одном результате Inner Join говорит нам о том, что Тогда и только тогда Мы вернем данные Когда будет выполняться это условие Да? Грубо говоря Если у нас нет В этой табличке Вот этой Ну Так сделаем Арнольд теперь равен нулю То сколько строк вернет такой запрос? Сколько? Ноль Да, потому что он не найдет И, ну, и, соответственно, если бы терминатор будет там Не знаю, три То тоже ничего не найдет Да? Этим отличается именно Ну Соединение всего Типов Несколько Чаще всего 95% случаев Вы будете писать Два типа соединения Да, Люба? Какие? Ну, я бы предположила, что это будет Либо Alter Join Либо Cross Join Ну, я вот чаще всего Крутота Ты пишешь чаще всего Cross Join Ну, мне пришлось вот сейчас на Олимпиаде Писать еще много Cross Join Ну, ладно Похвалила себя за что-то хотя бы На какой-то Олимпиаде что-то писала Но обычно люди не пишут Cross Ну, ладно Хорошо Кто, кого еще какие мнения? Какие чаще всего? Inner и Left Правильно Inner Left Outer Когда Любовь сказала Outer В принципе, ауторов несколько Есть Left Outer Есть Right Они тоже считаются ауторами И в некоторых синтезах ты можешь писать Left Outer Join Либо Right Outer Join Либо просто Left, либо Right Либо Какой еще аутор есть? Full Фу-то вообще Все знают Full Outer И Любовь правильно сказала Есть еще Cross Что? Natural Объяснишь мне потом, что это такое Я не знаю, что это такое Это натуральное соединение Которое соединяет две таблички По одинаковым полям Вот в нашей схеме Наша схема показатель того, что его не стоит использовать Ну, допустим, табличку Фильм И любое другое Он соединит по айтишнику Хотя это абсолютно два разных поля Значит, они абсолютно разные То есть, ты грубо говоря, говоришь, что вот это условие можно не писать, да? Так что? Да Ну, это такое Это называется Это называется Так сказать Как сказать? Это называется В языках программировать Называется синтаксический сахар То есть, когда в принципе На самом деле Твой inner join превращается в natural При условии того, что вот эти колоночки называются у тебя одинаково И ты, значит, можешь скипать этот on Но он как бы там на самом деле все равно будет Если я тебя правильно понял Да Его можно и писать Да, но Можно писать в natural вообще Ну, это зависит от всего Да Вот Можно так плохо делать Потому что очень много Ну, это на типы join'ов никак не отражается Это на самом деле тот же самый inner происходит Ну, в частном случае точно так же, как в left В частном случае full Ну, left не частный случай full Давайте, ладно, рассмотрим Да Я здесь буду рисовать Тогда Это ты была Ты был бы Так, ну и вот Наверное, этого достаточно Далее, чтобы все показать Если напишем Я буду так писать просто А inner b Что вернется И выводим, допустим, только Два нейма Что вернется Это а Это один Это два Это непонятная буква нот c Условия равенства ключей Громче, ребята Будьте уверенны в себе А1 Вот, кстати, такой триатлонный старт Есть до сих пор А1 Отлично И все И все, да? Чем-нибудь еще вернется? Нет Окей Давайте напишем А Левт Б Что вернется? А1 Сенал А1 Сенал Да, возвращается А1 Что еще? Сенал Чем-нибудь еще? Нет Да, хорошо Соответственно А, райд, б А1 А1 И что? А1 Да А1 И Нал 2 Так А А Фул Б Вот это, да? Вот эти вот три строчки Ну да Вот это дублируется Кругло Три строчки А1 Сенал И Нал 2 Ну, если Фулл Дойне Прописать Ну, в фуллаутере Прописать условия Как более не было Равно Ну, то Ну, то Ну, то Ну, то Ну, то Ну, так неинтересно Так Неинтересно Так Ну, и вопрос Для любви Что будет Кросс? Каждый Каждый Как по-другому Кросс называется? Декартов Да Ну, просто Не просто Декартова А добавляет Слово Произведение Чтоб понятно было А то еще Подумать Что плоскость Какая-нибудь Или еще Что-нибудь Декартов Да, ну, то Здесь я напишу Для Возможно Тех, кто Не понял То есть будет Это будет А1 А2 С1 С2 Ну, и Соответственно Для Ой, я тут Неинер Надо писать Акросс Кросс еще Отличается тем Что это Единственное Соединение Для которого Вот вообще Никогда Не нужно писать Никакого условия Понятно почему Потому что Оно получается Избыточным Так Поговорили Про Соединение Да Чуть-чуть Секул Он простой На самом деле Доволь Но Как бы Как сказать там Емкий И в этом Как бы Его сложность Он еще Очень много Лик То есть Одно и то же Можно разными Вещами описать И это Очень часто Вредит Или помогает Не знаю Так С этим разобрались Что мы еще Не рассмотрели Давайте Чуть-чуть Про Про Что Про Хотя бы Поговорим Про то Что мы можем Писать В Фильтрах Да Там мы ничего Не писали Ну Допустим Да Погmbol Чего-нибудь сейчас надо придумать. Нет, так не интересно. Только не из Philips. Ну, как-нибудь так можно написать, допустим, простейший вариант. Так, что я попросил здесь отдать, кто-нибудь может рассказать мне? Громче, давай увереннее. Ок, пойдет. Смотри, могу так написать то же самое? Так, select остается. Вот так вот. Вот так вот. что я хочу что мне нужно дописать чтобы этот вопрос этот запрос возвращал то же самое что здесь а что значит правая часть равно как написать диктуй вот как это можно писать я не могу написать так нельзя да и но я могу взять любое поле которое изначально там не нал допустим аид и это будет одно и тоже так что еще так но я хочу чтобы все поняли что это одно и тоже если вопрос смотрите в принципе мы хотим вернуть все фильмы у которых нет никаких приквелов никаких сиквелов там не знаю всего 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 первый подход мы просто выбираем все вот здесь эти фильмы да на самом деле иди неправильное поле здесь здесь нужно выбрать фильм айди чтобы это было верно потому что идея это просто будет насколько понимаю запись я выбираю отсюда все и говорю слушай верни мне все которых нет вот здесь такой вот прям вот straight forward вариант а здесь говорил слушай верни мне там допустим имена фильмов соединенных стрелять и знал да то есть для тех записи у которых фильме не найдется друга в релэйтед мы получим строчку из которых в айди и дальше будет нал потому что для него нет друга ну релэйтед фильмы такие записи мы вернем понятно это понятно есть вы должны быть активнее вы должны говорить понятно непонятно неправильно написано смотрите теперь дело вот так да это продолжает работать то есть мы грубо говоря теперь мы хотим возвращать все фильмы у которых есть какие-то related штуки что мне вот здесь нужно писать крутой допустим как я еще могу это написать могу написать inner join чтобы не писать вот это все поэтому серёг не настолько крут но в чем кто может мне объяснить в чем может быть в принципе разница возвращаемых значению таких запросов что проблема он плачет ведет себя неадекватно это так по-женски этот тюнер ведется неадекватно просто вообще не могу понять что он делает нет но как бы что какой select вот этот ну неважно если ты говоришь если вот эта штука вернет нал да то что то этот то это будет фолз и он теряется ну смысле да он возойдет нам фолз и не вернет такой фильм это для нас норм нам фильм как бы непонятный как это не может ничего не может сделать нет этого недостаточно но это на самом деле с подковыркой задачка по крайней мере ответ который хочу услышать явно с подковыркой поэтому я попробую все-таки объяснить или что будет если для одного фильма есть несколько related фильмов несколько раз где а в левом в левом 1 то есть видите в этом случае есть как бы семантическая это просто критическая разница в поведении inner join и в если кто то то есть грубо говоря практически любой практически если мы знаем что эта связь один кнутом строгая то мы можем всегда inner переписать в earn без в в in без потерь и можно встретить очень много холиварных топиков в на этом для разных с убд а что же быстрее inner или воин ну и на самом деле ответ такой что если для них нет семантической разницы то они должны работать одинаково хорошо но если с убд недостаточно взрослая какая-то там развитая то в принципе действительно могут быть некоторые разницы да вот допустим как заставить как принципе можно добиться разницы можно сделать как-нибудь написать вот здесь дистинк да и это можно иногда помочь потому что это вот прям намекнет ему слушай если вот здесь вот в related фильмов на самом деле фильмов по таких вот немного ну гипотетически то тогда это множество сразу уменьшится и тогда вот здесь вот все быстро будет работать потому что это изначально множество будет маленькая а вот здесь как бы тогда нужно будет писать под запрос да то же самое можно писать нож под запросом так это об этом поговорили чуть-чуть да это отличная тема кстати если же раз уж миша сказал мы и и пытаемся раскрыть что еще есть сиквеле и это есть стандарт и на это есть не во всех с убд не во всех всегда это реализовано сейчас пытаюсь придумать кон пример быстро ну не придумал давайте пробуем писать вот 5 кончик это в Четвертый кусок из хребников Ну вот у нас, смотрите, есть два запроса Довольствием Это тоже называется фильмы Первый из которых возвращает все фильмы Все названия фильмов, у которых IMDb рейтинг больше 9 Второй из которых возвращает все фильмы, у которых Кинопоиск рейтинг больше 9 Как сделать так, чтобы вернуть фильмы, у которых и тот и тот рейтинг больше 9? Это правильный ответ Написать AND, но можно еще как-то сделать? Через UNION Через UNION Да, то есть можно Ну то есть если представить, что в этом выраженном случае у меня Это одна и та же табличка То я просто могу написать AND Но это не всегда так Да, то есть оператор UNION это А как я еще могу написать? UNION Да, есть UNION Хорошо Все же так В чем разница, Саша? UNION сортирует и удаляет дубликаты UNION и NO Оставляет как и куб Ну как они соединены А почему ты считаешь, что он сортирует? Смотри, в стандарте ему нужно удалить дубликаты Горок ли точно сортирует? Сортировка является одним из способов Одним из быстрых способов удалить дубликаты Но не единственным на самом деле То есть это ты больше говоришь про физическую реализацию Ну смотри, то есть грубо говоря UNION тебе должен всегда вернуть два множества без дубликатов Да, то есть вот если мы напишем здесь UNION Вот этого, этих двух запросов То фирмы, которые будут иметь и тот и тот рейтинг больше 9 Вернутся один раз Если UNION ALL, то если то один фильм вернется дважды Да, для нас Возможно это имеет какой-то смысл Какие еще операции есть такого же типа? Это вообще изначально говорит, что UNION не гарантирует порядок срок Правильно, значит он не сортирует А он может сортировать? Он может сортировать, а может не только сортировать Мы об этом потом поговорим То есть сортировка это один из способов только обеспечить тебе UNION, да? Физически, как бы ты это сделал Так, какие еще операции есть? Intersect Окей Да Это он же Еще один остался А, нет, Intersect? Нет, это не одно и то же? Нет, да Я согласен с тобой Здесь называется Accept Так Так В чем как бы фишка этих операторов? Ну вот всех кроме UNION, но он особенный на самом деле Они все Union, Intersect, Accept Это операторы со множеством Я так как бы себе это понимал всегда То есть они все на самом деле нам не вернут дубликатов Хотя это возможно не сразу понятно, но Что такое Intersect Если я правильно писал, то это пересечение Соответственно Если напишем здесь Intersect То вернутся оба Вернутся только те фильмы, у которых оба райтинга верны Если напишем Accept, что вернется? Не под это, а второе Да Ну и фишка вот этих больших множеств То их можно сделать Там вот здесь написать Там, не знаю, любое поле, да, какое у нас есть Любое количество полей Звездочку поставим здесь И Да, и можно делать любые операции Поля, да, конечно Да, да, конечно Что важно еще? Теперь давайте задачку решим какую-нибудь Попробуем все решить задачку Я устал, затрут доски, дам им подумать Достаньте какие-нибудь листочки, бумажки Приятного аппарата Отвечать Отвечать Нет Опять Отвечать 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 Изон Задачка простая. Нужно написать такой запрос, который проверит, что два множества равны. Я не знаю, кто готов, подходите, показывайте. Еще раз. Что сделать? Нужно написать, смотрите, допустим, у вас есть, не знаю, две таблички, А и Б. Допустим, они возвращают, не знаю, два любых поля, А и Б. И вам нужно удостовериться, что в этих двух табличках одинаковое количество данных. Одинаковые данные, в принципе. Что вы должны вывести, как хочешь. Можешь вывести мне один или ноль, true, можешь сказать просто пусто. Это не работает. Потому что в Б может быть больше записи. И. И. А минус Б. В Б больше записи. Это не работает. Почему вы? Потому что... В одном табличке, у тебя, А, строчка А, А, Б, Б, во втором А, Б. В одной табличке, А, Б, ну не знаю, просто в одной табличке один столбик. В нем значение А, А, во второй просто А. Так, еще раз. В одной... В одной табличке, в колонке. А, А, во второй просто А. Хорошо, а нам нужно проверить, что... Таблички одинаковые. Ну, они... Твой запрос, вернее, они не одинаковые. Твой запрос скажет, что они одинаковые. Он не блучит, потому что они разные. Мы имеем в виду, что первый столбик А, второй столбик А. У тебя в одной колонке. Вот две таблички. Одна. Так, я вот в это вот А, в это в Б. Здесь написано А. А. Таблички разные? Разные. Вернется что-то вопрос? Пустоту. Соглашусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, у меня походу два друга стало В полице Субтитры сделал DimaTorzok Кто что думает? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто что думает еще? Саша и Люба знают, кто думает, что это не работает Как тебя зовут? Миша Миша, ты молодец Садись Это работает очень часто Но не работает иногда Кто скажет, когда это не работает? Ну ты знаешь, я тебе сказал Задача какая у нас была? Так и есть Так и есть Что вернет этот запрос? Ответ неправильный Пусто Но таблицы явно не пустые, да? Ну в смысле, явно не равны Понятно? Да Отлично Отлично, еще разочек Еще разочек А Accept Там не знаю, грубо говоря, как обозначить, но вот так А, запятая А Если взмористово говорить То есть, грубо говоря Когда мы говорим про Accept Это операция со множеством Когда мы применяем его к таблице Таблица не есть множество Да? Таблица это там Как он называется-то? Кортеж как-то правильно назывался Не помню В общем, это не множество Потому что там могут быть дубликаты Да? И А Accept А А Это пусто Но это не Они не равны Понятно? А если как-то добавить сравнение Количество Это нам поможет, конечно же Но ничего не даст А если мы сделаем Union То у нас Если в одной табличке дубликаты Они уберутся Если мы сделаем Union То у нас В одной табличке Дубликаты Уберутся И это плохо Почему? Потому что мы хотим сравнить Одинаковые ли таблички Как только мы убрали дубликаты Мы превратили одну табличку в другую А если А вообще можно сделать Допустим Union С той же самой таблицы? Ну, конечно Написал Select Все From A Union Select Все From A Вообще Просто Уберутся Таблицы Повторяющиеся строки И мы не можем этого сделать То есть Если как только ты это сделаешь Ты не сможешь Проверить Что у тебя Две таблички равны Ты как бы превратил Одну табличку в другую Сразу Ты либо пишешь На доске Либо Либо я просто на слух не пойму Но скорее всего Это не будет работать Есть идеи? Можно Union Между разностями Как здесь, да? Можно сделать Control Получается Поэлемент И посмотреть Просто По количеству записей Сколько у нас получилось Если у нас Join Записей больше Либо меньше Чем В одной Ты можешь написать? То Или выйти в доске Я могу тебе написать Не знаю Просто я не может быть Не пойму тебя со слов А может быть ты права Может быть и нет Но не надо стесняться Нет ничего в этом страшного Давай выходи Ну че Сереж Не тянешь? Надо что-то сделать Любовь Ну Отвлекешься? Давай У меня дочка Подходит ко мне Полгода назад И спрашивает Па, сделай мне самолетик Ну обычный бумажный самолетик Я Я говорю Слушай Давай А я спрошу ее А у тебя в садике умеют ребята делать самолетик? Она такая Да умеют Я говорю Слушай, давайте научу Она говорит Зачем? Я говорю Ну как Ты сможешь сама делать самолетики Она говорит Зачем, пап? Ты умеешь делать самолетики В детском саду все умеют делать самолетики Мне всегда кто-то сделает самолетик Ну как бы Ничего на это не ответить Вот да Ну да Зачем? Ну не надо Не будет работать Если написать Грубо говоря Смотрите Это реальный кейс Вот реальный кейс И он возникает не просто так То есть Это реальная рабочая ситуация Которая Смотрите Заключается в том Что у вас есть Какая-нибудь функция Или процедура Которая что-либо считает И вы сделали Какие-то изменения Допустим Они были связаны С производительностью Или допустим Вы поменяли Какую-то функциональность Ну с производительностью проще Вы там Переписали запрос И он по вашим Тестам Стал работать Там не знаю В три раза быстрее И теперь Как бы Задача В чем заключается В том Что ваш запрос Должен возвращать Те же самые данные Что и раньше И в сиквеле В принципе у вас есть Инструменты все Для того чтобы Вы могли написать Грубо говоря Ваш ну вот Если вот здесь Вместо а и б Старая версия функции Вместо б новая Вместо б старая Вместо б Вместо а новая То вы можете написать Вот такой вот запрос И он будет В 90 случаях Выявлять Все ваши Кюсяки Если они у вас были Но не в 100 А вот если Вы действительно Косячили где-то С количеством Данных Которые возвращаете Ну там не знаю Заджойнили что-нибудь На себя Стали возвращать Тупо дубликаты Эти дубликаты Выльются у вас Там в UI Не знаю Ну в смысле В вашем интерфейсе Просто одинаковыми Строчками допустим Не дай бог Вы там потом Где-то там Сумму на них Начнете считать Вы просто вылетесь Поэтому вы конечно Всегда можно будет Это отдать На откуп Ке Как бы там Не знаю Если он есть Гипотетически Но Можно Один раз Написать такой скрипт Сгенерить его И тестить На всех данных Да То есть на самом Ну там То есть Это такой уж Как бы реальный кейс И он как бы Вот жизненный Так Есть какая-нибудь идея Да Есть идея Да Ну готов Выходить Написать Пиши Ничего не получится Потому что Ты сделал уже Except Ты потерял данные Сразу же Как только ты сделал А except А except Как только ты сделал Эту операцию Ты потерял то Что у тебя были Разные множества Ты превратил их В одинаковые Ты не можешь Там В каком порядке Это except Ты не сделаешь Тебе не будет Работать Да Здесь не пиши Потому что там не пишут Можешь слева писать Ну не можем Столбик Какой аккаунт Можем Но какой Ну по количеству Первого количества Для каждой записи Будет вводить Сколько раз Таблички Сколько раз Таблички 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 Так Урен и что будет работать мне кажется будет так как и как это побеждает проблему вот а то же самое будет даже если это решение работает здесь просто еще важно что миша постарался для нас да и указал нам приоритет он сказал что вот это минус вот это и соединить ты написал так что я теперь должен вспоминать что там должно раньше сработать работает вот так union да потом минус вот это нет или интерсекс начало да в общем это на самом деле такая задачка становится прям вот интересно так ну идея с каунтом она почти близко посчитать количество чего да ты можешь попробовать на 100 кудово правильно ты просто так не вышло бы я могу это встретить ну я думал забыл как ты зовут вот лен я думаю можете это понадобится как раз на том что основное то что union удаляет наши дублирующие строки ты пиши то есть вы просто вернули одно число 25 да и взяли за джойнили а на б по равенству так и чем мы хотели получить 25 50 получили что дальше или двадцать пять и двадцать пять двадцать пять и двадцать пять хорошо у нас получается если у нас количество записей вот в этом запросе равно единице то у нас совпадает множество так чё ну тут надо контрпример придумывать да какой-то типа у нас было в одной табличке а б б б а во второй а а б что произойдет да что произойдет типа мы вернем здесь 3 мы вернем здесь 3 а здесь за джойни мы вернем 2 да да и типа они не равны да так нам нужно вернуть одинаковое количество записи нам нужно подожди а равно а мы вернем а мы здесь мы вернем 4 4 4 а я сделаю вот так а вернем 3 в общем случае скорее всего одним каунтером не обойтись на я так думаю ну по крайней мере скорее всего я придумаю контрпример через какое-то время есть еще идеи да хоть что можешь использовать хоть сколько под запросов напишешь запрос ну может и сломается может не сломается то есть идея добавить какую-то дополнительную информацию а вот этот эксцепт оставить мы считаем что у нас вот здесь сформируем табличку а2b1 а здесь мы сформируем табличку а1b2 и потом будем сравнивать как бы целиком ну уже будем совмещать вот эти две вот из этой таблички вычитать вверх по общему порядку ну и в данном случае можно получить что ни разное посчитайте сколько каждое значение встречается если если поле несколько то сравнивать всю строку каждое поле как вся строка сколько раз встречается ну если два поля а а а а а а мы должны считать сколько у нас одинаковых как бы вот этих полностью картель да и считать суммы да ну количество сколько раз они встречаются ну да это будет рвать кто напишет запрос кто готов написать запрос давай ну только с двумя полями хотя бы сделать что было бы хотя бы поинтереснее на контроль да не ну и а 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 Аня, так, стоп, 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 стоп. Я не уверена, что эта штука работает во всех этих... А что это такое? Ну, можно сравнивать парами. Ну, по крайней мере, в Oracle так позволяет делать. Это типа ты равно написала? Между этими двумя штуками? Слушай, я тут перемешу, и можно вот так вот сравнивать парами. А, в смысле, кортеж равен этому кортежу. В смысле, это два... Это два сравнения через Zend. Ну, да. А1 равняется А1, и А2 равняется А2. Да, но... Ну, я понял. Не уверена, что это везде реализовано, но эта штука работает прям 100%. Прям вообще. Да, просто, я думаю, когда пишешь через Zend, там... Ну, больше получается текста. У меня там будут какие-то точности. Ничего не бывает. Не должно быть. Ну, вы же, для штуки лучше. Ну, хорошо. И такое же мы пишем для второго, и через... Значит, для второго, да. Нет, через один минус не получится. Ну, через минус тогда у нас... Если таблички одинаковые, то мы ничего не получим. Это был очень наук. Минус не получится. Нужно будет писать все тот же два эксепта через Union. Иначе у тебя в первой табличке будет просто больше строк, чем во второй, и все. Ну, а дальше как? Да. Ну, плюс-минус там. Понятно. Как-то. Понятно? Идея. Понятно? Нет. Нет. Почему мне не важно для второй таблицы то же самое делать или что-то дальше? А мы должны делать дальше. Мы должны сделать... У нас есть две таблицы. Таблица А и таблица Б. В каждой таблице у нас есть столбики 1 и 2. Ну, допустим, здесь АА с индексами, чтобы не запутаться. Ну, на самом деле, не важно. АА, ББ, АБ. В этой табличке у нас АС, АА и ББ. Ну, допустим, здесь будет еще одно АА. Тогда мы считаем, сколько раз у нас вот этот вот запрос. Он считает. И формирует такую таблицу. А как этот путь у нас будет называться, не знаю. Этот КАМ будет называться С. ААС. ААС. Только у нас есть одно палец. У нас будет... Ну, да, С. Нужно выводить... С и сам КАМ. Так что мы добавляем в столбик С, так что мы здесь должны еще саму пару вывести. Конечно. Ну, в самом начале мы же вывести. Там А1, там А2. И мы считаем, сколько раз у нас встретилась АА с помощью функции КАУНТ. Этот запрос, это что-то связанный под запрос. И поэтому мы для каждой строки из таблички А, А маленькая, будем находить соответствующие таблички в обручей. И таким образом мы скажем, что таких у нас две. ББ у нас одна. И АБ у нас одна. То же самое мы сфермируем... Ну, и ты напишешь, и на самом деле ты выберешь еще АА равно 2. Ну, да. Но мы можем здесь спокойно избавиться от дубликатов, когда не нужно. Да, они сразу идут потом. Да. И то же самое мы сделаем для таблички В. Получим 1АЦ, 1АА и 1ББ. Ну, вот этим самым мы докажем, что наши таблички не разные. Потом мы сделаем то же самое, что предлагал Михаил Миша. И у нас выйдут дубликаты, которые нам не нужны. И мы узнаем, одинаковые таблички или нет. То же, либо мы получим ААЛы, а они одинаковые. Либо мы получим какие-то строки и поймем, что они не одинаковые. Это понятно? То же, потом мы даже нельзя из этой таблички вычистить эту. И наоборот. И наоборот вычистить. И сложить две разности. Вот это вот террорист, которое вы говорили на уборке, оно только для пары можно использовать или для любого количества? Ну, это просто очень удобно. Это, по-моему, не УВ, для какого... Я не знаю. А что ты можешь построить условие такое, что у тебя получится, что может выполняться одно и не выполняться другое? Хотя тебе нужно, чтобы два выполнялась одновременно. Это end. Ну, это можно построить. Ну, ладно. Нам рассказывали, что вот это лучше такое, что такое пользоваться. Хорошо. А должны рассказывать, либо почему. Поняли? Рассказывали, я не помню ситуацию. Поняли? Вот. Нет, мы идею выкатили. Что? Идею, что понятно, идея. Я вот, например, не могу понять, а маленькая, а большая. Где? Это одна и та же табличка? Она назвала табличку... На самом деле, она никак не назвала. Просто написала А, это А маленькая. Да. Могла не писать ничего, потому что то же самое было бы. Нет, просто нам их нужно различать, потом... Ей нужно, да, вот здесь отличить, но на самом деле не будет, скорее всего, это работать, но это не так принципиально. Ну, потому что у них кенсенсенсити, скорее всего, и это не взлетит. Но неважно. Смысл понятен, да? Не поговорили мы про селекты, только про один кусочек, на самом деле. Про так называемые оконные функции. Не знаю, возможно, они в других местах по-другому называются. Вот смотрите. Вы могли решить эту задачу немножко по-другому. Если бы вы... Вы, то есть, Саша считала количество, а в принципе, вы могли просто все одинаковые строки нумеровать. Можно и так делать. То есть, говорить, что это первая одинаковая строка, есть вот вторая одинаковая строка, это третья одинаковая строка. И тогда, в принципе, тоже можно было такую задачку решить точно так же. И это можно сделать. То есть, сиквел, он такой хитрец. Очень много чего может делать. Смотрите, и мы приходим к понятию как раз оконной функции. И надо рассказать, что такое окно. Да? Где наша схема? Сейчас что-нибудь придумаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА